В Госдуме заявили о невозможности удержать низкие цены на бензин. Напомним, что в России 21 сентября ввели временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Наш корреспондент Ирина Синягина попыталась узнать, куда же помчался бензин и что может измениться с ценами в ближайшее время. Большинство россиян, 64%, имеют в собственности хотя бы один личный автомобиль. А у 19% граждан есть две или более машины в семье. Такие цифры приводит Российский центр изучения общественного мнения. Поэтому подорожание топлива затронуло большое количество жителей России и, конечно же, Тверской области. Цены на бензин держались практически на постоянном уровне весь прошлый год. Но летом 2023-го пошли вверх. Сейчас стоимость бензина 92-го и 95-го в среднем прибавила полтора рубля за литр. Такие же данные приводит Росстат, отмечая увеличение цен на топливо в среднем на 3%. Мы поинтересовались у тверичан. Выросла ли цена топлива на АЗС, где они заправляются? Ребенка постоянно в Москву на лечение увожу. Это просто конкретно. Раньше на 2000 бак заливал, а сейчас уже на 2500 залью. Целый себя будет. У меня был бензин, но это очень мало. Дорого очень. Дорого стало. Конечно, дорого очень. По сумме сказать точно не могу, но по семейному бюджету, с учетом того, что две машины, конечно, очень. Огромная цена. Зарплату людям подняли бы. Многие не понимают, почему в топливной стране произошел такой резкий рост цен. Множество факторов, которые этому способствовали, объясняет доктор экономических наук. Одна из главных причин санкции и принятия решения об ограничении экспорта российской нефти. Если производитель нефти меньше продает ее за пределы страны, то он должен как-то покрывать убытки, ориентируясь на внутренний рынок, подчеркивает Галина Лопушинская. В этом случае никому не переработанная сырая нефть в большем объеме не нужна. Нужна переработка. Нужен бензин, дизельное топливо. Но достаточно много заводов по переработке были иностранные или с иностранным участием. В условиях санкций сменился производитель. Сменился производитель, даже если остались заводы, требуется перенастройка этих заводов. Не случайно много нефтеперерабатывающих заводов пошло на так называемый плановый ремонт и реконструкцию. При этом правительство запустило политику дорогих денег, чтобы сдержать инфляцию. А это увеличилась ставка процента. Ставка процента увеличилась, это политика дорогих денег. То есть население пытается сохранить свои сбережения, как в этих условиях. Естественно, снижает расходы. Но бензин это то, от чего отказаться автоводителям невозможно. И поэтому рост цен в этих условиях, он позволит компенсировать падению доходов производителям бензина. Считать, что упадет цена на топливо, потому что мы нефтепбывающая страна, в ближайшее время не приходится. Более того, это только первый виток повышения цен, говорят специалисты. К сожалению, инфляция разгоняется. Также могут вырасти цены на продукты питания, ряд других товаров. Поэтому в ближайшем будущем, вероятнее всего, россиянам придется пересматривать свои расходы. Куда стильнее стоимости бензина изменилась цена новых автомобилей в России. Дилеры даже жалуются на дефицит автомобилей, поскольку компании тормозят отгрузки, готовясь к новому витку повышения цен. На этом фоне россияне все чаще пересаживаются на поддержанные автомобили. Впрочем, скоро, возможно, придется пересесть и вовсе на велосипеды с такими рекордными ценами на топливо.